Мы рады приветствовать вас, уважаемые слушатели, на вебинаре, который посвящен маркировке обуви, обуви для именно производителей и импортеров. Меня зовут Гребенкина Анна, я руководитель учебного центра компании Тензор и спикером на сегодняшний вебинар будет со стороны Тензора Дмитрий Забабурин. Здравствуйте. Дмитрий как раз курирует проекты по маркировке и знает об этом абсолютно все, как работать с операторами маркировки, как работать с маркировкой в СБИСе и так далее. Ну и, конечно, сегодня нашим приглашенным спикером будет Юлия Гузиева, представитель ЦРПТ, и она будет рассказывать про также основные важнейшие моменты, связанные с маркировкой, особенно для импортеров. И первая часть у нас посвящена теории. Юлия, пожалуйста, выйдите в эфир, мы сейчас вас подключим. Да, добрый день, уважаемые дамы и господа. Как уже сказали, меня зовут Юлия Гузиева, я старший бизнес-аналитик оператора компании ЦРПТ. Как я уже сказала, компания оператор ЦРПТ – это единый оператор системы маркировки и прослеживаемости. Мы занимаемся созданием системы ГИСМТ, а также ее поддержкой, формированием и ведением единого каталога товаров. Нашим координатором является Минпромтор, он утверждает методические рекомендации и участвует с нами в работе. Также у нас наша система предназначена для работы государственных органов, которые осуществляют надзор деятельности, такие как Роспотребнадзор, Росаккредитация и так далее. Как вы все знаете, уже, наверное, знакомы, что уже подписаны постановления правительства по довольно уже большому количеству товарных групп, табако-одежда, обувь, лекарства и так далее. Со всей нормативной базой, со всеми постановлениями вы можете ознакомиться на сайте честныйзнак.рф. Как я уже сказала, маркировка уже работает во многих товарных группах и, в частности, в обуви уже зарегистрировано более 18 тысяч участников и 250 миллионов, более 250 миллионов на сегодняшний момент кодов имитированных. Немножечко хочу остановиться именно на обуви. Этапы внедрения обязательной маркировки. С 1 июля производство, импорт, продажи немаркированной обуви запрещена. И вы обязаны подавать сведения в систему ГИСНТ о импорте, оптовой, розничной продаже. С 1 августа у нас импорт товаров, приобретенных до 1 июля и до 1 сентября мы можем промаркировать остатки. Кто же такие у наших участников оборотов? Производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, комиссионеры. Но исключением составляют организации, приобретающие товары для собственных нужд, также курьерские доставки, службы курьерских доставок и Почта России. Кто же заказывает код маркировки? Производители, импортеры заказывают коды маркировки собственными средствами. Им необходимо подключение к программному аппарату и комплексу, а также оптовая и розничная торговля для перемаркировки через оператора ЦРПТ. Немножечко подробнее о блоках функционирования нашей системы. Это основные блоки. Описание товара, эмиссия кодов маркировки ввод в оборот, передача и выбытие товара. Также есть возможность агрегировать товар. Теперь немножко подробнее о каждом из блоков. Описание обувных товаров возможно произвести как на площадке GS1, так и в национальном каталоге. Существует два способа описания товара. Полное описание товара для нового товара и для тех, кто может у остатков описать полный атрибутивный состав. Здесь вы видите атрибуты, которые необходимы при описании. Также мы сделали специально для малого бизнеса и розницы. Когда нет документов, есть возможность описать по короткому атрибутивному составу, указав всего четыре атрибута. Далее, эмиссия кодов маркировки. Вам необходимо подать сведения в систему о эмиссии кодов, о выпуске кодов маркировки. Хочу немножечко здесь уточнить на каждую единицу товара, не на партию, а именно на каждую. Вы должны подать сведения в систему, такие как ННМ, ваш способ ввода обувных товаров в оборот. Необходимое количество кодов маркировки, это столько, сколько у вас единиц товара. Код товара, который мы получили при описании товара, мы уже посмотрели этот блок, и при наличии индивидуальной серийной номера. Вот товар в оборот. Каким же он, кто же должен вводить товар в оборот? Производитель при производстве новых товаров. Импортер из стран ЕАЭС до ввоза на территорию Российской Федерации. При ввозе из стран, не являющихся ЕАЭС. При маркировке товара, предпринятого на комиссию от физических лиц, при возврате товара от покупателя с утраченным кодом маркировки, и также при маркировке остатков тоже необходимо произвести ввод в оборот. Немножечко подробнее о импортере. Очень много вопросов. Кто же у нас заказывает код маркировки и как его наносить на товар? Импортер, будущий собственник товара, должен заказать кодом маркировки. И любым удобным способом, либо на производстве за пределами Российской Федерации передать эти коды маркировки, и на производстве наносится кодом маркировки, либо на таможенном складе. А также импортер вводит в оборот импортный товар. Решением Е204 у нас в декларации на товарах, 31 графу, необходимо внести все коды маркировки, которые вы собираетесь провести через границу Российской Федерации. Поэтому наши товары промаркированы должны быть до прохождения таможенных процедур. Также существует возможность агрегирования товаров и полный цикл разагрегации, изъятия, перекладка, переоформления. Блок передачи прав собственности. Это блок, когда у нас заключается с двух сторон подписанное УПД, либо УКД, либо УПДИ. С двух сторон подписывается УК, и далее через операторов ИДО мы получаем сведения о заключенной вами сделке, и в системе уже товар переходит в собственность другому юридическому лицу. Также у нас существует возможность, если нет электронного оператора ИДО, если вы не сотрудничаете, есть возможность воспользоваться в ГИСНТ, специально для малого бизнеса мы создавали это, ИДО лай. Далее. Вывод из оборота. Вывод из оборота основным, естественно, это продажа конечному потребителю через контрольно-кассовую технику. Но также существует возможность вывести из оборота товар путем прямой подачи сведений в систему. Что же является предпосылками такого вывода из оборота? Продажа юридическому лицу не для дальнейшей продажи, списание в случае утери и порчи, экспорт, продажа по образцам, а также дистанционная продажа. У нас существует мобильное приложение «Честный знак». Данным приложением может воспользоваться любой покупатель. Хочу отметить, при сканировании кода маркировки в магазине он может увидеть полностью информацию о товаре, о статусе кода маркировки, имитирован он выбыл. А также, если, например, человек взял с полки, отсканировал пару обуви, дата-матрикс пару обуви и увидел, что статус выбыл, то есть он уже был продан до него, то почему тогда обувь стоит на полке? В этом случае у нас есть возможность подать в ГИСМТ жалобу, которую мы обработаем и направим соответствующим органам, которые осуществляют надзор. А слайд, конечно, не очень приятный, но не могу о нем не сказать. Существует наказание в виде штрафов за несоблюдение правил маркировки. Что же необходимо сделать участнику оборота, чтобы правильно подойти к маркировке и быть во всеоружии? Необходимо оформить электронную усиленную квалифицированную подпись, заключить договор с ЦРПТ. Если вы импортер или производитель, вам необходимо получить доступ к программно-аппаратному комплексу, зарегистрироваться в личном кабинете, зарекомендовать профиль, описать товары в личном кабинете, заказать коды маркировки и нанести их на каждую единицу товара. И при выводе из оборота для розницы нужно иметь контрольно-косовую технику с перепрошитым обновленным программным обеспечением для того, чтобы ваша техника видела коды маркировки. Что же понадобится для того, какие технические средства понадобятся для того, чтобы осуществить полный цикл маркировки? Как я уже сказала, усиленная квалифицированная электронная подпись, принтер для возможности печати кодов маркировки, 2D-сканер штрих-кода, который будет считывать код маркировки, и интеграция с личным кабинетом самостоятельно или через интегратора. Это уже на ваше усмотрение. Спасибо большое за внимание. Задавайте вопросы, я отвечу подробнее на каждый ваш вопрос. Здорово, Юлия, спасибо огромное. Сколько раз мы не смотрели эту презентацию, все равно это полезно и классно, когда рассказывает настоящий профессионал. Юлия, большое спасибо. Мы теперь уже переходим к демонстрации с нашей стороны. И вот, Дмитрий, расскажи, пожалуйста, вообще как работать с BIS и с маркировкой? Вот в частности Юлия сказала, что нужно товары перед заказом описать, перед заказом кодов. То есть нужно сначала описать товары, потом заказать коды. А вот эту вот процедуру описания товаров, ее нужно сколько раз проводить? Ее каждый раз перед заказом кодов нужно проводить или как? Конечно, нет. Достаточно один раз описать товары в каталоге, чтобы заказывать коды на определенные товары. А в BIS этот каталог товаров очень легко загрузить. То есть достаточно зайти в каталог и, к примеру, если вы работаете в учетной системе 1С, в несколько кликов, пройдя простой мастер настройки, загрузить сразу весь ваш каталог. Если вы работаете в другой учетной системе или вообще без учетной системы, то можно загрузить готовый Excel файл. Необходимо лишь выбрать его на вашем компьютере, а затем выбрать те наименования в столбце, которые соответствуют столбцам в Excel файле. Один раз загрузите такой каталог и далее просто нужно его актуализировать. Можно создать карточки товаров и прямо в BIS по кнопке добавить. А когда каталог заполнен, каждая карточка товаров имеет все необходимые характеристики, все готово для заказа кодов маркировки на постоянной основе. В карточке присутствует ТНВ, необходимый для заказа кодов, и информация о декларации соответствия или сертификате соответствия. Ну что ж, каталог загрузили. Здесь вроде бы все быстро и просто. А как заказать коды? В BIS заказать коды очень просто. Производителю достаточно создать акт выпуска или загрузить его из своей учетной системы. Загрузить можно также из 1С или просто даже подготовленный файл. В файле нужно заранее указать товарные позиции, на которые вы будете заказывать коды, которые в будущем произведете, и количество. Затем просто нажмите кнопочку «Заказать», и запрос будет отправлен в систему маркировки. Здесь важно отметить, что если вы работаете с большими объемами и используете транспортные упаковки, то в BIS очень легко создать упаковку. Номер упаковки создается по всем правилам GS1. К примеру, я создам сейчас упаковку короб вместимостью, например, 8 единиц товара. С BIS сам сформировал номер упаковки. В будущем ее можно будет заполнить. Затем коды будут получены в том же документе акт выпуска, и их можно наглядно посмотреть. Они будут отображены. Но вот мы получили коды, на каждую единицу товара причем должен быть код, да? А теперь же мне нужно этикетку распечатать. Это можно сделать прямо в BIS? Там ведь, наверное, какие-то есть правила, по которым должны эти этикетки быть напечатаны. Да, абсолютно верно. Формат кода DataMatrix.js1. И SBI подготовился, и все этикетки формируются по правилам. Чтобы распечатать сразу все коды, заказанные на документе, нужно нажать просто «Печать КМ» и выбрать необходимые этикетки. А если необходимо распечатать только коды определенной позиции, то можно выбрать их и нажать кнопку «Печать». В таком случае в предпросмотре печати на принтере вы увидите, как это будет выглядеть после произведения печати. Здесь, соответственно, уже готовы этикетки для упаковок и для единиц товаров. Но если вам необходимо использовать свою этикетку, например, в случае, когда этого требует торговая сеть, или ваш контрагент. В SBI есть наглядный редактор этикетки. Без привлечения программиста вы сможете, просто двигая мышкой, отредактировать этикетку так, как требует ваш контрагент. Вот, например, сейчас я переместил местами штрих-код и код DataMatrix. В наглядном просмотрщике внизу, в предпросмотре, я сразу вижу, как это будет выглядеть после произведения печати. Затем, после того, как все этикетки распечатаны, их необходимо наклеить на товары, а товары ввести в оборот. Это выполняется одной кнопкой «Ввести в оборот». Понятно. После того, как мы ввели, то есть, когда мы вводим в оборот, мы, как бы, информацию отправляем обратно в ЦРПТ о том, что мы все готовы с этими кодами работать. А что дальше? Мы можем сразу же отгрузку делать нашему розничному магазину или что? Абсолютно верно, что после нажатия кнопки «Ввести в оборот» сразу происходит взаимодействие с системой маркировки. Происходит отправка и регистрация ввода в оборот. Здесь еще я важно отмечу, что для случая работы с упаковками, если вам необходимо упаковку наполнить, например, я открыл позицию ботинки для мальчика, и здесь еще не заполнена коробка. Мне необходимо сложить сюда те коды маркировки, которые будут лежать в этой коробке. Соответственно, я просто беру сканер, и мы заранее распечатали просто на бумаге этикетки, я сканирую код упаковки, и она открывается в СБИС на документе. Затем я просто сканирую каждый код DataMatrix, нанесенный на товары, которые помещаю в данную упаковку, и они добавляются в документ. Затем я могу это проверить и увидеть, что коробка сложная. СБИС сам сохранит всю иерархию упаковок и подтвердит коды в документе. После этого остается также нажать ввести в оборот, и по этой же кнопке происходит регистрация упаковок, и ввод в оборот одновременно. После того, как регистрация выполнена, в СБИС наглядно видно, что все действия, необходимые законодательно от производителя, они выполнены. Теперь все готово к отгрузке. Да, все готово к отгрузке. Мы сейчас посмотрели, как бы мы работали, производя продукцию в России. Мы произвели, заказали коды, наклеили, запечатали в коробке, и ввели в оборот, и вроде бы сейчас все готово отгружать. Но Юлия ведь не просто так нам рассказывала, что у импортеров есть особенности в работе, потому что товар-то находится за границей, допустим. Что им делать в таком случае? Я поясню. Импортерам работать в СБИС так же удобно, как и производителям. Достаточно также создать документ в СБИС, в нашем случае это уже заказ иностранному поставщику, или загрузить уже готовый из вашей учетной системы, из 1С или другой системы, или просто файл. Указав те позиции, на которые мы хотим заказать коды, и привезти их в Россию, и нужное количество. Один клик по кнопке «Заказать коды», и через какое-то время они окажутся на документе. Соответственно, остается лишь передать экспортеру или промежуточному складу, который производит упаковку за границей, готовые этикетки. И как же это сделать? В СБИС удобно выгрузить в готовый PDF-файл все этикетки разом, для того, чтобы их отправить за границу. Вам еще нужно будет договориться с поставщиком, чтобы он правильно наклеил все этикетки на те товары, которые будут в поставке. Ну и отметим также, что, как и для производителей, доступен функционал редактирования этикетки, если это необходимо. Коды маркировки в PDF выгружаются в PDF-файл. Это наглядно для печати, и достаточно просто отправить документ экспортеру. Здорово! Ну что ж, теперь мы заказали коды и в случае, если мы сами производим, и в случае, если мы импортеры. Здесь вроде бы все понятно. Теперь мы уже готовы к отгрузке, правильно? Почти необходимо заказанные коды ввести в оборот. Мы заказали коды, отдали их экспортеру, экспортер их наклеил, и когда уже произведена поставка в Россию, достаточно... Прошло таможню, есть разрешение таможенного органа о выпуске товара в Россию, в СБИС достаточно создать документ поступления по импорту и лишь выбрать заказ поставщику, из которого мы получили эти коды маркировки. СБИС автоматически добавит их в документ и останется только указать решение таможенного органа, например, выпуск товара разрешен, и данные декларации на товары, дата, номер и код таможенного органа. Причем здесь вы можете на складе в России, принимая данную продукцию, проверить путем сканирования, а правильно ли экспортер наклеил коды маркировки. Я сейчас снова возьму сканер и для примера отсканирую несколько кодов маркировки. Вот вы видите, что подсветились пара кодов маркировки, которые были в данной поставке. Если вы доверяете экспортеру и у вас не может быть ошибок, то можно не сканировать коды на приемке в России, а нажать кнопку «Принять все». Таким образом вы введете в оборот все коды в поставке в один клик по кнопке «Ввести в оборот». Затем, когда коды введены в оборот, вы сможете еще и контролировать поставки. Ведь бывает, что поставка по иностранному контракту осуществляется партиями. СБИС позволяет в заказе поставщику наглядно контролировать, сколько всего было заказа на кодов маркировки, сколько из них уже получено и введено в оборот, и каким именно документом поступления это оформлено. Это очень удобно контролировать в СБИС. Затем, когда коды введены в оборот, можно отгружать через электронный документ обороны. Ну, к электронному документу обороту мы перейдем, а все-таки с этим вводом в оборот. То есть мы нажимаем эту кнопку, когда уже к нам приехал товар, да? И когда мы смогли его проверить, там, отсканировать. Это можно сделать, если без сканирования, то сразу после прохождения таможенных процедур, имея данные декларации, либо если хочется проверить поставку и сверить коды, то по прибытию груза непосредственно на ваш склад в России, проверив поставку. Итак, мы только что в СБИС заказали коды, разобрались с этикетками, ввели все в оборот. Ну, а теперь мы должны это отгрузить в наш розничный магазин или нашему там промежуточному поставщику, дилеру и так далее. Для этого нам, наверное, уже нужен какой-то оператор ЭДО. И нужна ли здесь другая программа, Дмитрий? Вот, конечно же, нет. Так как СБИС – это и оператор ЭДО, и товароучетная система, то вы прямо не переключаясь на другие программы, в этом же интерфейсе можете сформировать документы отгрузки. Причем очень удобно, когда вы производите отгрузку всей произведенной или импортированной партии, потому что не нужно будет сканировать продукцию второй раз. Если вы отсканировали ее при производстве, то достаточно зайти в нужный акт выпуска и создать связанный документ реализации, в который автоматически будут перенесены все коды, произведенные в этой партии. Это очень удобно, если вы делаете заказ для определенного покупателя и, например, целый месяц производите партию для одного и того же контрагента. Я покажу сейчас, как выглядят коды в документе, что они действительно были помещены в документ УПД, причем сохраняя иерархию упаковок, вложенности. Далее СБИС по всем правилам формирует универсальный передаточный документ в формате налоговой. Приказ ФНС 820. Мы соблюдаем все правила и строго действуем по законодательству. Привычная печатная форма документов СБИС поможет сориентироваться бухгалтеру. при проверке этого документа. А вам лишь останется нажать кнопку «Отправить», чтобы передать документ контрагенту. Это же действие можно повторить и с поставкой по импорту. Но наверняка ты спросишь, а как же отгрузить партию, если мы производили партии отдельно? Очень просто. Просто переходим в соответствующий раздел и создаем новый документ реализации или загружаем уже готовый из своей учетной системы. Есть простое подключение буквально в три клика к популярным учетным системам 1С и САП. А если у вас другая учетная система, то есть множество способов интеграции по API, через каталог обмена или SDK. Если вы вручную создали документ в СБИС, документ об отгрузке, то вам нужно лишь указать покупателя и просто сканировать продукцию на складе. СБИС сам определит, что это за товар по ходу маркировки и сам дополнит все эти коды в документ. Документ уже готов. Остается лишь нажать кнопку «Отправить» и он будет передан через ЭДО. Как же сведения попадут в систему маркировки? Когда покупатель подпишет электронной подписью этот документ, СБИС автоматически передаст информацию в систему «Честный знак» и с вашего баланса коды по системе маркировки будут списаны. Таким образом, в одном решении, в одном окне вы можете пройти весь путь от заказа кодов маркировки до их передачи вашему контрагенту. Ну что ж, мы сейчас посмотрели весь цикл. Как видите, на это ушло буквально минут 5-7 от заказа кодов и до реальной отгрузки в розничный магазин, например. Что же еще может потребоваться импортеру, кроме подобной системы? Как Юля уже сказала, самым первым действием, которое нужно сделать при работе с маркировкой, чтобы подготовиться с нуля, необходимо зарегистрироваться на сайте «Честный знак». Для этого потребуется электронная подпись и настройка своего рабочего места. Она не сложная, но она требует некоторых технических знаний, поэтому наши инженеры с удовольствием готовы помочь тем из вас, кто хочет ускорить этот процесс и не тратить свои собственные силы на это. В результате вы будете зарегистрированы на сайте «Честный знак», с нашей услугой под ключ и будете готовы к работе в системе. А затем необходимо описать товары в национальном каталоге, в который автоматически подгружается информация из GS1. Это в том случае, когда мы работаем именно с обувной продукцией. Мы уже помогли многим нашим клиентам, тысячам клиентам заполнить каталог их товаров, разобраться в шаблонах и проверить все реквизиты, чтобы не допустить ошибок. Вы можете воспользоваться нашей услугой оказания помощи в вступлении в GS1 и получении номеров GTIN. В результате будет готов каталог и вы сможете заказывать коды маркировки, то есть делать все то, что было показано несколько минут назад. По этой услуге понятно. Также для печати этикеток рекомендуется использовать не простой принтер, а принтер-этикеток, потому что они выгорают, могут испортиться, повредиться. Гораздо надежнее использовать принтер-этикеток специальный, термотрансферный. Если вы производите немного продукции и, например, маркировать нужно до 2000 этикеток в день, то можете выбрать принтер попроще. Если больше, то, соответственно, и принтер нужен лучше. Если у вас очень большие масштабы производства, то мы готовы подобрать принтер индивидуально по вашим потребностям. Тензор является поставщиком оборудования, и мы можем помочь вам с этим вопросом. А кроме того, предоставим информацию о сканерах, какой лучше использовать. Можете оборудовать свои склады обычными проводными сканерами, но гораздо удобнее использовать, например, Bluetooth-сканеры беспроводные или терминалы сбора данных. Отметим еще, что в СБИС можно работать с кодами маркировки не только с помощью сканера, но и с мобильным приложением СБИС. В нем также можно создать реализацию, наполнить ее кодами и подписать по ЭДО. Ну, на всякий случай, мы сейчас очень быстро покажем. Вот в Google Play наше приложение СБИС на складе, устанавливается на любой телефон с Android. Оно уже доступно, можно его скачать хоть сейчас и опробовать в действии. Также я отмечу, что работать с системой СБИС удобно и из своей учетной системы, в том числе и из 1С, у нас есть готовая внешняя обработка. Вы можете загрузить подготовленный документ из 1С в СБИС, а терминалом сбора данных на Android быстро осуществить наполнение его кодами. Ну, ты очень здорово рассказал нам про все услуги, которыми могут воспользоваться наши клиенты, импортеры, производители. Но для тех, кто впервые на наших вебинарах, давайте немножко расскажем о нашей компании, почему мы можем весь комплекс таких услуг оказать. Да, мы на самом деле одна из единственных, даже, наверное, единственная компания среди наших коллег на рынке, у кого есть весь спектр услуг, оборудования и программного обеспечения. Мы не только разработчик системы СБИС, мы еще и удостоверяющий центр, можем выпустить электронную подпись, например, для регистрации. Оператор электронного документа оборота и электронной отчетности, товароучетная система. Все это в одном решении, не переходя на другие программы. Ну и про оборудование мы уже говорили. Стоит отметить, что наши офисы находятся в каждом крупном городе России, а вообще в компании работает более 6 тысяч сотрудников. И более полутора миллионов компаний, юридических лиц уже являются нашими клиентами. Наша техническая поддержка, бесплатная техническая поддержка, работает в режиме 24 на 7. И более тысячи квалифицированных инженеров готовы оказать конструктивную консультацию в любое время для вас. Плюс у нас есть инструкции, видеоуроки на нашем справочном портале, по которым можно вполне самостоятельно разобраться с работой программы. Ну что ж, давай подводить итоги, как воспользоваться нашим замечательным предложением, что нужно сделать. Ну, о нашем решении вы уже узнали. О том, сколько это стоит и как настроить, вам подробно расскажут наши менеджеры. Обращайтесь прямо сейчас, можете звонить на телефон горячей линии, оставлять заявки на нашем сайте sbis.ru. Стоимость программы для маркировки зависит от объема вашего производства и начинается от 10 тысяч рублей. А электронный документооборот стоит от полутора тысяч рублей и зависит от объема документов, которые вы будете отправлять. Здесь представлены, разумеется, годовые лицензии, это ежегодная оплата. Про оборудование мы уже говорили, стоит отметить еще наличие у нас специальных услуг. Для тех, кто не хочет тратить свое время, мы внедрим и обучим ваш персонал работать с маркировкой за 6 тысяч рублей. А если вам необходимо создать собственную форму этикетки или выполнить какие-то отдельные настройки, то также этот спектр услуг для вас доступен. Ну что ж, мы постарались коротко и быстро и динамично рассказать вам о том, как работать с маркировкой в sbis. Перед этим Юлия очень подробно вам рассказала о том, что нужно сделать производителям импортеров. Теперь мы посмотрим ваши вопросы, ваши сообщения в чате. Как я и предполагала, в основном наши технологи оперативно на вопросы отвечают. Ну что ж, уважаемые друзья, спасибо вам огромное за участие в этом вебинаре, спасибо за ваши вопросы. Используйте для маркировки sbis, подключайтесь к нашему решению, потому что это, пожалуй, единственное на рынке решения, где есть все в одном и до, и маркировка, причем полностью весь спектр услуг, как для производителей, так и для розничных продавцов, ну и так далее. Приходите на наши другие вебинары, которые посвящены маркировке, смотрите вебинары честного знака, это всегда очень конструктивно. Также, если у вас есть розничные продажи, а вы производитель или импортер, у нас уже был в феврале вебинар для участников розничного звена. Мы прикрепим ссылку в вебинаре на него. Да, мы сделаем это прямо сейчас. Или можете найти его в ютубе на нашем канале sbis. Сможете посмотреть, как работает розница с маркировкой. Если у вас есть при производстве розничный магазин, то, соответственно, вы сможете увидеть, как мы вживую показываем процессы, связанные с приемкой и розничной продажей маркированной продукции. Ссылку прикрепим к вебинару. Да. Ну что ж, теперь точно всё. Спасибо большое, что зашли. Приходите ещё. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok